Тема урока определение. Вспомним, что члены предложения, которые поясняют главные или другие члены предложения, называются второстепенными. По грамматическим значениям второстепенные члены делятся на дополнение, определение и обстоятельства. Познакомимся с определением. Определение это второстепенный член предложения, который отвечает на вопросы какой, чей и обозначает признак предмета. Определение как зависимые слова относятся к именам существительным или к другим словам, выступающим в значении существительного. Чаще всего определением в предложении может выступать имя прилагательное или местоимение, но встречаются и другие способы выражения определения. При синтаксическом разборе предложения определение подчеркивается волнистой линией. Рассмотрим предложение. Очень скоро мы подошли к лесной сторожке. Сторожке какой? Лесной. Имя прилагательное, обозначает признак предмета и в предложении является определением. Или он взял мою книгу на время. Книгу чью? Мою. Притяжательное местоимение обозначает признак предмета и в предложении является определением. Определения по способу выражения делятся на два вида. Согласованные и несогласованные. Согласованные определения связываются с существительными согласованием, то есть стоят в том же роде, числе и падеже. Например, весь лес наполнен птичьим криком. Криком каким? Птичьим. Определение птичьим согласуется в творительном падеже, единственном числе, мужском роде. Или моя новая работа нравится мне все больше и больше. Работа чья? Моя. Определение, выраженное местоимением, согласовано в именительном падеже, единственном числе, женском роде. Итак, рассмотрим способы выражения согласованного определения. Во-первых, в качестве согласованного определения может выступать полное имя прилагательное. Например, торопятся на юг перелетные птицы. Птицы какие? Перелетные. Во-вторых, согласованное определение может быть выражено причастием. Например, ко мне все ближе подходил ревущий зверь. Зверь какой? Ревущий. В-третьих, местоимение, которое склоняется как существительное, может выступать в качестве согласованного определения. Например, высоко над моей головой прокричала незнакомая птица. Головой чьей? Моей. В-четвертых, согласованным определением может являться порядковое числительное. Например, на второй день температура спала. День какой? Второй. В свою очередь, несогласованные определения связываются с определяемым словом по способу управления, то есть в определенном падеже. Или реже, по способу примыкания, то есть связано только по смыслу. Несогласованные определения по сравнению с согласованными выражают признак более конкретный. Часто имеют добавочные значения дополнения или обстоятельства. Сравним. Выделяют несколько способов выражения несогласованного определения. В первую очередь, в качестве несогласованного определения могут выступать имя существительное или местоимение в косвенном падеже с предлогом или без предлога. Например, он въехал во двор перед домом. Перед домом несогласованное определение в форме творительного падежа с предлогом перед. Или руки его длинные и худые, висели как плети. Несогласованное определение без предлога. Кроме того, несогласованным определением в предложении может быть неопределенная форма глагола, инфинитив. Например, как о счастье она думала об одной только возможности дышать с ним одним воздухом. Возможности какой дышать? Далее, несогласованное определение может быть выражено простой формой сравнительной степени имени прилагательного. Например, для меня нет города дороже родной Ишкаралы. Города какого дороже? Также в качестве несогласованного определения может выступать наречие. Например, на завтрак он предпочитал яйца какие? В смятку. И, наконец, несогласованное определение может быть выражено синтаксически цельным словосочетанием. Существительное плюс прилагательное. Например, незнакомая женщина невысокого роста приветливо улыбнулась ему. Женщина какая невысокого роста? Существуют также распространенные определения. Распространенное определение, в отличие от одиночного, выраженного одним словом, второстепенный член предложения, представляющий собой словосочетание, где главным словом может быть причастие, причастный оборот, прилагательное, местоимение или числительное. Такое определение может состоять из двух или нескольких слов. Распространенное определение может быть обособленным, то есть выделяться на письме знаками припинания. Рассмотрим некоторые примеры. Монета какая, оброненная кем-то в спешке, тускло поблескивала в углу. Какой? Очень похожий на какое-то крупное животное. Характер он имел, тихий, даже кроткий. Ткань для платья выбирали с витиеватым рисунком по синему полю. Ткань какую с витиеватым рисунком? Никто не допускал и мысли, какой? Покинуть отряд в трудную минуту. Как видно из примеров, распространенные определения являются несогласованными. Теперь подведем итог сказанному.